Проблема репродуктивного здоровья была и остаётся одной из самых острых в медицине. И каждые пять лет Росстат проводит исследование-опрос, которое помогает выявить факторы, негативно отражающиеся на демографической ситуации. Подробнее о том, какие области нашей жизни затрагивает этот опрос, на какие же вопросы придётся ответить жителям КЧР, нам рассказала начальник отдела организации и проведения переписи и наблюдений в КЧР, Управление Федеральной службы государственной статистики поиска ФОК Кулистан Шедакова. Расскажите, пожалуйста, о каком мероприятии сегодня проходят? Начиная с 2011 года Росстатом организованно ведутся федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения. Это 946-е постановление правительства в 2010 году вышло, и в исполнении вот этого постановления организовано по десяти наименованиям в различной периодичности обследования, которые вот расписаны до 2025 года. И одно из них, это репродуктивные планы населения, оно проводится с периодичностью один раз в пять лет. Предыдущее было в 2017 году, до этого в 2012, и вот сейчас 2022 год в соответствии с установленной периодичностью организовано и проводится Росстатом в период с 8 июня по 22 опрос домохозяйств по изучению репродуктивного поведения населения. Как часто проводятся подобные выборочные наблюдения? Предыдущее мы проводили в 2017 году, вот сейчас раз в пять лет. Ну, хочу заметить, что репрезентативность, вообще уровень агрегации данных мы будем получать в целом по Российской Федерации, по субъектам данных не будет, в целом по России, потому что опрашивается 15 тысяч домохозяйств, в нашем субъекте их число составляет 75. Пять населённых пунктов, 15 домохозяйств. Ну, это минимум, который мы должны пройти. Какие возрастные социальные группы подлежат наблюдению? Именно здесь подход, репродуктивный возраст. Женщина 18-44 года, мужчина 18-60 лет. Разницы нет. Там, в зависимости, я же говорю, если это на электронном вопроснике, а оно должно быть так, интерьер, придя в домохозяйство, опрашивает все, кто живёт в этом и спрашивает, есть ли здесь члены домохозяйства в этом возрасте. Занося о них сведения в планшет, далее автоматически определяется лицо, которого дальше будут опрашивать. Какая цель этих наблюдений? Цель – это, значит, государством проводится же определённая демографическая политика. Естественно, для того, чтобы её на каких-то этапах развития общества корректировать, улучшать, вносить изменения, необходима исходная информация, причём не однократно, там, единовременно её получить, но в динамике. Для того, чтобы было видно, что на данный момент есть, как оно используется и чего не хватает. Потому что то, что отвечают респонденты в анкете, ну, это уникально, как мы называем, это уникальность этого обследования в том, что по нему можно получить ту информацию, которую официальная статистика никакая не даст. Как государство влияет на планы населения, да, репродуктивные планы в большей степени, в меньшей, каким образом те меры, которые на сегодня мы знаем, федеральный материнский капитал, да, федерального уровня в регионах есть, насколько достаточен он или нет, или же населению не хватает вот на те цели, да, которые он предназначен, выявляются потребности, ваше мнение, на что бы вы бы хотели ещё использовать вот средства материнского капитала. То есть информация обширная собирается, и она уникальна тем, что больше такого ты нигде не найдёшь. Какие тематические блоки будут задаваться респондентам? Анкета состоит из семи блоков. Первый – это, как традиционно, во всех, общие сведения о респонденте – пол, возраст, образование, занятость. Затем рождение детей, мотивы рождения детей, далее помощь государства семьям с детьми, какие меры и как оказывается помощь, жизненные цели и условия жизни населения, домохозяйства. Полученные данные будут являться конфиденциальными? Конечно. Любое наше обследование, мы это у нас, сразу мы начинаем с этого, во всех публикациях, на всех разъяснительных мероприятиях. Первым делом мы говорим о том, что вся информация, которая получена от домохозяйств, от респондентов, она строго конфиденциальна, она носит ограниченный характер и будет использоваться только для получения официальной статистической информации, то есть только для обобщения. Ни в коем случае никуда передана она не будет. У нас есть установлена ответственность к законам о статучете, там, где мы несем ответственность за разглашение. То есть тут никаких сомнений быть не может, и Росстат, мне кажется, уже давно, во всяком случае, зарекомендовал себя так, что домохозяйством опасаться не стоит. Но, тем не менее, сейчас время сложное, и когда и мошенничество, и какие-то вот такие, да, случаи, все происходит, и население, особенно после ковида, как-то с опаской идет на контакт. Вот это была такая пауза тоже в наших таких этих контактах с населением, потому что у нас было во время ковида что-то и по телефону, мы так, ну, как-то всарались разными способами. Вот, ну, мы, есть обращение всегда, руководство Росстата, руководитель, в каждом обследовании есть обращение к домохозяйствам, где ясно, четко излагается цель проводимого обследования, для чего оно, что будет по его итогам получено, и что конфиденциальность гарантируется, что к вам придет обученный интерьер, обязательно у него удостоверение, паспорт, да, удостоверение должен предъявить паспорт, что опасаться, всегда телефоны справочные, то есть у нас, мы готовы ответить, у нас бывают такие случаи, когда нам звонят, население звонит, ну, домохозяйство и говорят, вот ко мне приходил кто-то, мы говорим, да, это наш человек, подготовленный, все правильно, не опасайтесь, не бойтесь, ничего не будет. Как и кем полученные данные будут обрабатываться? Данные обрабатываются на федеральном уровне, на нашем уровне территории регионы ведется лишь вот сбор первичных данных, их проверка, арифметический, логический контроль, и затем отправка этого массива на федеральный уровень. Даже вот хотела бы еще сказать, что мы вот, допустим, Ленина 2, да, вышел адрес, интервью пришел по этому адресу, ведя опрос, и когда он уже опрос заканчивает, выбирает статус «Завершить опрос» в электронном вопроснике, там идет предупреждение, что заканчивая опрос, адрес респондента исчезнет, он обезличивается все, то есть предупреждает, что все, вы там уяснили, потом уже обращаться адреса не будет. То есть даже это мы говорим, объясняем, что опасений нет для домохозяйства, для того, чтобы вот поделиться с нами ответами на эти вопросы. Расскажите о главных выявленных тенденциях прошлого наблюдения. Ну, опять-таки, итоги были по России в 2017 год, и по итогам, значит, моделью такой, скажем так, ну, не идеальной, а которая, модель по итогам 2017 года, это семья с двумя детьми, в общем-то, в целом по России. Есть там такие вопросы, ваше желаемое число детей, ожидаемое, мужчины, женщины, женщины, ожидаемое, 2,15 ребенка, мужчины, 2,16, но это желаемое, ожидаемое, 1,88 поровну сложилось. Большая часть населения все-таки живет в регистрируемом браке, но такая, если сравнивали с 2012 годом, было как-то заметно, что возрастает доля тех, которые живут, ну, не считают важным регистрировать брак, это более молодого возраста респонденты и то население, для которых это не первый брак. Вот для них вот эта причина беременности, рождение ребенка, она не является такой весомой для того, чтобы регистрировать брак. Где-то более 40% как мужчин, так и женщин ответили, что прежде чем регистрировать брак, надо бы пожить вместе, проверить свои отношения на прочность, совместимость. Те, которые считают, что да, надо сразу, прежде чем начать жить вместе, регистрировать, ну, их где-то меньше, на 10-12% таких семей. По роли государства в репродуктивных планах населения, порядка 46% ответили, что там есть такое, если детей мало, то должно ли государство способствовать увеличению рождаемости, создавая для этого какие-то условия какие-то и оказывая помощь. Порядка 46% как мужчин, так и женщин ответили, что государство должно попытаться заинтересовать семьи и создать условия для того, чтобы детей родилось больше. 41% женщин, 39% мужчин, они ответили, что государство должно помочь семье иметь детей столько, сколько оно хочет. И небольшой процент, 13-15%, они ответили, что государство никоим образом не должно влиять на количество и рождаемость детей вот в этих семьях. Редактор субтитров А.Семкин